Ну, давайте начинать наш семинар. Значит, этот семинар начинает серию семинаров, посвященных вопросам объектно-ориентированного проектирования. Честно говоря, вот мое общение со слушателями и даже чтение многих книг приводит к мысли, что... Ну, многие слушатели, да даже и в книгах я нахожу, что... Посмотрите, вот мы применяем объектно-ориентированное программирование. Смотришь код, ну, есть там слово класс. А объектного кода нет. Это не объектное. А какое? Ну, процедурное. Как иногда говорят авторы, один из авторов написал, утверждают, что Windows написано как объектная система. Но я, говорит, в этом не верю, потому что вижу, как во многих местах у него торчат ослидные уши процедурного программирования. Так что я, мол, с этим, говорит, он не согласен. Я на C++ проводил несколько лет и провожу до сих пор эксперимент. Я задаю для желающих, просто так сказать, как проба на собственную амбициозность. Написать программу, объектную программу, которая имитирует работу светофора. Ну, что такое светофор? Три фонаря. Красный, желтый, зеленый. И они должны в определенной последовательности переключаться. Я прошел написать эту программу как объектную. Ну, честно говоря, за все эти несколько лет, сколько я эту программу предлагал написать, на эту приманку клюнуло три человека. Три человека решили попробовать свои силы. Ну, честно говоря, что я увидел? В первом решении было слово «класс светофор». Ну и дальше чистый процедурный код. Если горит красный свет, то надо включить желтый. Если горит желтый, а перед этим горел красный, то надо включить зеленый. Если горит зеленый, то надо включить желтый. В другом решении, там автор пошел дальше. Он погуглил. Так как решение писалось в консольном режиме, я говорил, мне вообще не обязательно рисовать светофоры, эти самые фонари. Пускай программа просто печатает буковку, какой цвет сейчас горит. Но он пошел дальше, он погуглил. Он нашел в интернете алгоритмы Брэзенхэма для рисования по пикселам линии, окружности. И в результате псевдографикой он мне нарисовал светофор. Три фонаря. И действительно, они загорались красным, желтым и зеленым цветом. По таймеру. Просто закрашивалась эта область. В программе было слово «класс светофор» и «класс фонарь». Ну и в классе «светофор» было три объекта. Фонарь желтый, фонарь красный и фонарь зеленый. Ну а дальше шел опять чистый процедурный код. Ну третий человек оказался упорнее. Когда у него не получилось, он после занятий взял такой форму обучения. У нас есть проект. То есть после курса вы можете делать самостоятельно под руководством преподавателя проект. Встречаясь раз с ним в неделю. Ну соответственно обсуждая, что вы сделали, что и как делать дальше. Ну и так какую-то задачу, которую скажем вам интересно. Или вы согласовали вместе, довести до конца. А вот он решил довести до конца светофора. Ну наверное около месяца или полутора мы с ним встречались. И обсуждали как. Ну первый вариант конечно был процедурный. Потом поскольку он по образованию инженер автоматик. То мы дошли до понятия конечный автомат. Это оказалось ему близко. И он реализовал это как автомат. А потом в конце концов преобразовали это в объектное решение. Ну и тогда уходя он сказал. Я кажется понял, что такое объектный программирует. Ну а контрольный вопрос у меня ко всем этим решениям было одно. Скажите насколько надо изменить вашу программу. Чтобы добавить туда еще одну секцию со стрелкой. Хорошее объектное решение предполагает, что исходный код практически не надо менять. Надо добавить новый подкласс. И он должен подхватиться с существующей программой. Ну все эти решения естественно этому не удовлетворяли. Приходилось вставлять новое ветвление с учетом. А стрелка она с красным или желтым или зеленым. А вторую стрелку добавить. Тогда как. Ну вот на этом тесте рушились все эти решения. Ну поэтому я все таки подумал, что наверное стоит как-то вот проговорить еще раз. А что же такое вообще объектное решение, объектный подход. С чем он связан. Как он делается. Ну и вот как я уже сказал. В этой. У меня было несколько уже вебинаров по таких открытых. В общем посвященным тем или другим вопросам. Ну вот сейчас я задумал где-то примерно из трех частей. Цикл, который начинается. Посвящен объектно-ориентированному проектированию. Первые три в этом году. Они планируются у нас на год вперед. Это будет значит как создаются классы. Вторая тема. Вторая часть. А зачем создаются классы. Ну и третья. Как взаимодействуют классы и объекты. Потому что оказывается, что многие действительно этих вещей не понимают. Поэтому сегодня у нас первая часть. Как проектируются классы. Ну вот это немножко о себе. Что я давно преподаю в этом центре. Что имею сертификации. Там Microsoft. Он по Visual Studio. По C++. Ну если интересно. Это вы посмотрите. А программирую где-то вот. Начали учить меня программирование в 1971-1972 году. Три года нашего рождения. А? Три года что? Далеко до нашего рождения. Вот так даже, да? Ну поэтому, наверное, я имею право говорить. Так как. Почитал в одной из книжек. Там один американский автор пишет. Я говорю, что уже можно считать ветеран компьютерного движения. Не имею право говорить. Это были те времена, когда компьютеры еще работали на керосине. Ну, наверное, я тоже имею право подобные вещи говорить. Поэтому иногда я подобные цитаты в лекциях привожу. Так вот. Чему же посвящен этот вебинар и последующий? Ну, во-первых, пока еще объектно-ориентированное программирование, в общем-то, можно считать, является сейчас наиболее популярной методологией. Большинство, или многие нынешние языки являются либо чисто объектными, либо гибридными, которые обязательно поддерживают вот эту объектно-ориентированную парадигму. Но что обычно знают программисты, которые используют объектное программирование, объектные языки? Что вот есть понятие класс. Класс объединяет данные и код для их обработки. Класс управляет правами доступа к своим компонентам. Что бывает, правит компоненты закрытые, протектор, паблика. Ну, а если рассматривать вопрос более глубоко, то оказывается, что вообще-то говоря, несмотря на это общее определение, существуют различные виды классов. Эти разные виды классов обслуживают разные задачи. А потому для их проектирования применяются разные приемы и способы. Они просто по-разному строятся. Разные правила разработки и применения этих классов. Ну, может быть, вы можете на вскидку назвать, скажем, несколько разных типов классов, которые по своему применению, ну, просто различаются. Можете? Пока нет. Пока нет, да? Ну, например, можно сказать, классы значения. Ну, это просто абстрактные типы данных, которые создаются для удобства использования их в программе. Ну, например, нужны в программе такие понятия, как, скажем, я пишу ежедневник. Мне нужно понятие дата события, время события. Ну, вообще-то говорят, даты это три числа. Число, месяц, год. Ну, должны, вот, взгляд, определенным ограничением. Не бывает там 32-го числа. В феврале не бывает 30-го. Изредка бывает 29-го и так далее. Я могу создать класс дата, класс время. И использовать объекты этих классов в объекте, ну, в записи ежедневника. Что вот такая-то дата, такое-то время, назначен такое-то событие. Но я не строю дальше из них никаких других иллюзий. Я из них новых классов не воспроизвожу. Они просто у меня являются строительными кирпичами для построения вот нового типа объектов. Запись в ежедневнике. А состоит одна из объектов классов. Строка, в смысле строка, это содержимое, да, дата и время. Ну, а есть, например, базовые классы. Классы, предназначенные для того, чтобы от них посредством наследования создавались другие. И, честно говоря, правила построения тех и других под классов, допустим, обычных, стратных типов классов значений и базовых, отличаются. Ну, например, в базовом классе должны быть виртуальные функции в C++. Зачем? Ну, чтобы классы потомки могли переопределять, подстраивать под свою потребность и так далее. А в классах дата и времени обычно виртуальных методов нет. Ну, вот один из примеров, что по-разному проектируем классы, если они служат разным целям. Если класс должен быть обязательно, скажем, базовым или частью другого класса, но не может существовать сам по себе, то у него, скажем, могут быть защищенные конструкторы и деструкторы. То есть никто его не может создавать, кроме классов потомок. Исходя из таких соображений, на самом деле, оказывается, что разные классы обслуживают разные цели и правила их построения разных. Ну, почему в качестве примера, главного примера, главного языка для приведения примеров выбрала C++? Ну, во-первых, я его читаю давно. Хорошо знаю, как мне кажется и представляется. Microsoft подтверждает своим сертификатом. Все-таки высшая сертификация по Visual C++. Во-вторых, это язык системного программирования с очень широкими возможностями. Многие другие современные языки выросли из него на его идеях, приемах, методах, которые здесь наработаны. В этом языке приходится рассматривать множество вопросов, которые в других прикладных языках часто не рассматриваются. Поскольку это язык разработки больших и очень больших систем и программ, то тут программисты сталкиваются с такими проблемами, с которыми прикладных задачах встречается редко, а то и вообще не встречается. Ну, для решения различных вот таких вот практических и прочих задач в языке придумано много приемов, трюков, паттернов для решения разных задач. И поэтому другие языки, которые на его идеях и опыте основаны, в них часто подобные вещи тоже бывают. Но часто бывают эти вещи закамуфлированы, завуалированы, скрытно используются. Для чего? Ну, для того, чтобы облегчить их применение. Но в результате, оказывается, что за этой внешней простотой, в глубине есть определенная сложность. И, скажем, неправильная или не совсем правильная использование. Этих вроде бы облегченных конструкций в результате усложняет использование их, в том числе и в других языках. Поэтому я часто говорю на своих лекциях. Если вы собираетесь заниматься программированием всерьез, посвятитесь этому делу, вам придется, конечно, изучать множество разных языков. По крайней мере, некоторое количество, скажем так. Ну, а моя точка зрения на этот счет такова. Даже если вам по жизни не придется написать ни строчки, ни строчки, ни си 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 плюс-плюс. Ну, может быть, что, обжигки в силу сейчас можно добавить к ним. Но, вы хотя бы поймете, узнаете, как они устроены и работают, то гораздо легче будут понять другие языки. Как они устроены, почему они такие, а не другие, почему у них вот такие средства. Удобных, скажем, в си плюс-плюс нет. А оказывается, они затратные. А почем стоят эти затраты, раз все можно сделать на си плюс-плюс, но там это не сделано на си. То почему, по какой причине? А если сделать можно и нужно, то, конечно, средства для этого есть. Надо понимать, чем ты за это платишь. И, как правило, все плюс-плюс ты узнаешь, что есть несколько вариантов реализации того, чего ты хочешь. Отключаешься разной стоимости. Приходится выбирать чем. Поэтому, мне кажется, что другие языки легче понять, если вы хотя бы просто представляете, как устроены и работают данные языки. Цель вебинара – показать в проектировании классов важные принципы объектного подхода, инкапсуляции, композиционные наследования следует применять при построении классов. Полиморфизм. Ну, принцип один – класс одна задача, то есть распределение обязанностей между классами. Ну, и, наконец, напомнить, что есть такие, например, CRC-карты, карты, на которые, ты в помощи которых строят проекты, прикидки. Мозговой штурм проводят по проектированию вот систем классов объектов реализации. Конечно, это вещи взаимосвязанные, и если смотреть глубоко, то очень сильно взаимосвязанные. Это довольно сложный вопрос, поэтому, может быть, в этом сегодняшнем сеансе мы до глубин всех этих принципов не рассмотрим, потому что они связаны не только с созданием классов, но и с их использованием, взаимодействием. А это тема, как я сказал, следующих семинаров. То есть, на самом деле, до конца, как мне кажется, вот мы в этих вопросах просветимся, когда, ну, по крайней мере, вот первую, вторую, третью часть достаточно глубоко изучим. Как я уже сказал, с моей точки зрения, не так много слушателей, да и программистов, которые, может быть, несколько лет реально работают с объектными языками, на самом деле, как я говорил, понимают, а что же такое объектный подход и как он применять. Наличие просто в программе классов и объектов, как я уже, наверное, попытался проиллюстрировать, вовсе далеко не есть гарантия того, что у вас программа объектная, построена по объектным принципам, что она использует те преимущества, которые предлагает этот подход, позволяет избежать тех ловушек, которые в этом подходе, кстати, исключены, а у других могут встретиться. Вообще-то, отцом, наверное, и вдохновителем объектного подхода считается Алан Кей. Это автор языка Smalltalk. В 80-е годы был создан язык Smalltalk. Это чистый, объектно-ориентированный язык, интерпретируемый. И создан он был специально для изучения тех возможностей, которые предоставляет программистам объектно-ориентированный подход. Ну, честно говоря, в этом языке все объекты. Значит, сам язык, как я сказал, по своей природе был интерпретируемый. Но в те времена, в общем-то, когда компьютеры работали еще на керосине, интерпретируемые языки исполнялись на медленных компьютерах достаточно медленно. Поэтому этот язык, ну, в значительной мере носил такой академический характер, характер для изучения. Хотя на нем писались ряд прикладных программ. Но все-таки главным образом, как я говорил, его назначение было исследовать, испытать, изучить. Так что же такой объектный подход, что он дает, как его надо применять. Именно программисты на этом языке наработали множество приемов, принципов, подходов и шаблонов проектирования, как их сейчас иногда называют, или паттернов, которые вошли во многие языки и поддержаны либо в самих языках, либо, так сказать, реализуются в них, встроены в определенные каркасы, шаблоны готовых приложений и так далее. Так вот, согласно этому принципу, Алан Кэй его формулирует, все в программе является объектом. Все данные, которые есть в программе, это объекты. Но в Smalltalk так оно и есть, и числа, объекты, и строки, объекты, любые данные объекты. Кстати, сама программа там тоже объекты. Инструкции объекты. Так и здесь программа является набором взаимодействующих объектов, которые посылают друг другу сообщения. Что такое программа объекта подготовки? Набор объектов, которые обмениваются сообщениями. Смысл этого взаимодействия? Последствием обмена сообщений, посредством взаимодействия объекты выполняют в программе определенные зачисления. Каким образом? Ну, один объект посылает другому объекту сообщение, сделай, пожалуйста, вот это. Тот посылает, может быть, третьему, для того, чтобы выполнить часть своей работы, поручает третьему и так далее. Взаимодействие в этом языке, и вообще в объектном прохождении считается, реализуется посредством обмена сообщениями. Что такое сообщение? Ну, это тоже некоторый объект. Объект запрос на выполнение действия, который должен выполнить объект исполнитель. Ну, этот объект, запрос, может содержать дополнительные аргументы, которые могут потребоваться объекту исполнителя для выполнения этого запроса. В общем-то, очень часто вот такое перепоручение другим объектам части своей работы, этот паттерн, этот шаблон общепринятый, проектирование, реализующийся или используемый во многих программах и приложениях, он называется делегирование. Объект делегирует другому часть своих полномочий, возможности сделать что-то. Ну, я иногда вспоминаю, есть такая шутка, кто говорит такой непосредственно исполнитель? Непосредственно исполнитель – это человек, которому некому поручить порученную ему работу. Так вот, в данном случае, большинство объектов пытается найти исполнителя, чтобы поручить им часть своей работы. Сами объекты, каждый объект имеет независимую память. То есть объекты – это уникальные сущности, как говорят, самоидентифицирующиеся, отличающиеся друг от друга. Даже если у двух объектов абсолютно совпадают все их значения, это все-таки разные сущности, потому что они занимают разный область памяти, имеют разные дайса. Память самого объекта состоит из других объектов, потому что одни объекты выступают строительными кирпичиками для построения других объектов, те, третьих и так далее. Вплоть до того, что из объектов будет построена вся программа. Ну и, наконец, у каждого объекта есть тип, который описывает, аж как устроены объекты этого типа, что они могут делать. Поэтому объекты одного типа могут принимать одни и те же сообщения и, соответственно, выполняют в ответ на них одни и те же действия. Сама программа, как я уже имел возможность сказать, в целом, это тоже объект. Для выполнения своих функций, поставленных в предпрограмму, она посылает сообщения объектами, из которых состоит, для того, чтобы они выполнили требуемые действия. И, как мы уже говорили, эти объекты, в свою очередь, делегируют часть работы, посылая сообщения другим объектам, те, третьим и так далее. Пока в конце концов, где-то, когда-то, некоторые объекты, финальные уже, можно сказать, не трансформируют эти сообщения уже в сообщения к стандартным системным объектам, которые поставляются языком и средой разработки. Ну, скажем, к памяти, к устройствам и так далее. К файлам. Поэтому программа, объектно-ориентированная программа, вот такой сложный коллумерат взаимодействующих объектов, связанные друг другу с общениями. Написание, в общем-то, программного, объектного решения, это написание, создание этой совокупности объектов. И умение так заставить их взаимодействовать между собой, чтобы взаимодействовать, они пришли в некоторое состояние, которое и есть решение задачи. Честно говоря, вообще-то, это такой подход, ну, в общем, он довольно кардинально отличается от традиционного процедурного подхода, который построен на четком понятии алгоритма. Что для решения задачи нужно разработать четкую последовательность действий, которая приводит к желаемой цели и так далее. Там целый набор свойств алгоритма. И на этом принципе построен процедурный подход, его функциональная декомпозиция, что сложная задача, разбивается на подфункции, те, в свою очередь, на меньшие и так далее, и так далее. Тоже, в общем-то, делегируя друг другу часть алгоритмической задачи, которую нужно решить. Но здесь вот, ну, несколько другой подход. Мы думаем не об алгоритмах и не о действиях, как таковых, как это в алгоритмическом подходе, а об объектах и их взаимодействиях. В общем, поэтому и трудно он воспринимается, как обычно начинают обучение программированию с процедурных языков. Приучают людей к понятию алгоритма, и тогда, в общем, очень трудно, получается, перестроить своё мышление на объектное. У меня было много опытов, когда слушатели после курса Си говорили, нет, я сразу на Си плюс-плюс не пойду. Я вот полгодика потренируюсь, поучусь получше решать задачки на Си. Ну, а потом приду на Си плюс-плюс. Но, как правило, эти благие намерения заканчиваются одними тем же. Действительно, через полгодика или больше они появлялись. Оказывалось, что, с одной стороны, им не хватило воли, чтобы посадить себя и заниматься Си. Очень часто даже забыли то, что они учили. Но самое главное, я говорю, что чем лучше вы научитесь решать задачи в стиле Си, в стиле процедурном, тем сложнее будет переключиться на объектное мышление. Почему? Ну, вот надо построить вот такую сложную самовзаимодействующую систему объектов. И для того, чтобы она работала, была устойчивой, ее устойчивость и управляемость обеспечат за счет чего? Ну, во-первых, это четко разделить обязанности между объектами. За каждое действие должен отвечать один определенный объект. Каждое действие должно выполняться только в одном месте. Это требование отсутствия дублирования кода. Для того, чтобы объекты взаимодействовали с собой правильным, предусмотренным образом, надо четко определять интерфейсы взаимодействия между объектами. И, как говорят, разрабатывать и проектировать систему именно с разработки интерфейсов, а не реализации классов и объектов. И, в конце концов, для того, чтобы объекты ввели себя предписанным образом, и их ничто не могло свернуть с этого пути, конечно, требуется обеспечить изолированность внутренней структуры объектов от воздействия внешнего мира от внешней среды. Это как раз один из важнейших принципов инкапсуляции. Объект должен делать то, что предписано интерфейсами. Делать с ним можно только что определено в его интерфейсе. И нельзя вмешиваться, вылезать во внутреннюю структуру, пытаясь что-то подправить в консерватории. Объект – черный ящик. Есть интерфейс. Рычажки, за которые можно дергать. А как он там внутри устроен, в общем, это не важно. Не важно, как вы получите желаемое действие. Если оно обещано в интерфейсе, оно будет выполнено. Так должно быть в объекте. Ну, пока на эту тему вопросов нет. Ну, вроде пока вопросов не возникает. Хорошо. Тогда пойдем потихонечку дальше. Значит, что мы можем сказать? Как же реализуются вот эти вот принципы объектного подхода, создания, организации этого множества объектов? Реальные объектные программы характеризуются тем, что одновременно существуют и взаимодействуют сотни, иногда тысячи разных объектов в сложных программах. И как наладить это взаимодействие, как привести его в гармонию? Ну, вот важнейшим центральным понятием объектно-ориентированного проектирования подхода и инструментом для создания и управления объектов является понятие класс. С точки зрения программиста, класс это, вообще-то говоря, просто некий новый абстрактный тип данных, который создал программист. Но не было его раньше в языке. А теперь он его создал. Почему? Ну, во-первых, если мы возьмем любой язык программирования, в котором существует понятие тип данных, а это во всех языках среднего и верхнего уровня, ну, в отличие от низкоуровневых языков, то тип данных играет важную роль, либо определяет, а сколько места занимает в памяти, надо выделять для хранения значения этого типа. А как там внутри эта память устроена? Например, цепочки нуля и единиц. Представляет собой целое число, со знаками или без знака. А может быть, это число с плавающей точкой? Всего 32 бита. Но это мог быть и целое число, и число с плавающей точкой, по бинарной точности. Ну и, наконец, самое главное, что тип данных определяет в языках программирования, какие операции можно, а какие нельзя делать над значениями определенных типов. Ну, скажем, целый тип данных, целые числа. Для целых чисел определен оператор вычисления остатка отделения. Нас же учили в школе. Умножение на целое число – это многократное сложение, а деление – это многократное вычитание. Вот когда уже вычитать больше нельзя, то, что останется, это есть остатки, да? Некоторые значения меньше по модулю, чем делитель. Ну, раз оно существует, то во всех, в общем-то, языках, где поддерживается целый тип данных, поддерживается оператор вычисления остатка отделения. Ну, там все-все просто процент, там где-то в других языках. Мод, модуль, ну, как бы это ни было, такой оператор есть, потому что есть нужда вычислять остатки отделения. Целых чисел. Но если мы возьмем числа с плавающей точкой, то это дроби. А дробь на дробь всегда делится без остатка, если формально подойти к определению дроби. Поэтому для этого типа данных ставить вопрос о вычислении остатка отделения одного на другое бессмысленно. Поэтому для числа с плавающей точкой не определено действие такого оператора. Скажем, возвращаясь к тому же C и C++. Целые числа представляют собой некоторые значения. Указатели. Хранят адреса памяти. Адреса памяти это порядковые номера байтов. Тоже числа. Целые. Что можно делать с целыми числами? Складывать, вычитать, умножать, делить. Да, если это просто числа. Но нет, если эти числа представляют собой адреса памяти. То есть значение указания. Их нельзя складывать. Но иногда можно вычитать. К ним можно прибавлять целые числа. Но сложение происходит не плюс единичка. Соответственно, с масштабированием по типу и так далее. То есть своя арифметика, свои правила. Используем при мнении тех или других операций. Так существует для всех встроенных типов. Например, логические значения нолик единичка. True, false. Ну, значение, точнее, true, false. Реально это нолик единичка. Числа, числа. Что можно сделать числами? Складывать, умножать, делить. Возводить в степени. Извлекать корни. Но если ноль это false, а единичка это true. То что такое false в квадрате или корень из true? Ну, мягко говоря, непонятно. Поэтому эти как бы не должны быть определены для этих типов. Так в языках программирования решается проблема со всеми встроенными типами. Так решается и проблема с классами. Потому что определяя класс, мы определяем. А как устроены объекты классов? Из каких элементов они состоят? Сколько памяти занимают эти элементы? То есть, фактически, мы определяем потребность в памяти для хранения значений этого типа. Например, для хранения числа месяца и года в дате нужно три целых значения. Для хранения фамилии и имени сотрудника для человека, объекта класса пёса, нужно две строки. Ну и так далее. Значит, и кроме того, когда мы для класса разрабатываем набор методов, тот код, который применяется для работы с этими значениями, то фактически мы определяем тот набор операций, которые можно и нужно применять к этим значениям объекта. В ряде языков это операции, именованные. То есть, методы имеют наименование. Там print или read, там, скажем, move или set. В ряде языков, в том числе в C++, мы можем для наших типов, для наших классов переопределить некие встроенные операторы, придать в определенный смысл и использовать, там, скажем, инкремент и декремент, чтобы узнать следующий или вычислить текущий, там, допустим, день даты. Ну и многие другие операторы, там, вставки в потоке извлечения из потока, как пример, и множество других, для того, чтобы... Это не есть требование объектного подхода, между прочим, но это позволяет настолько глубоко и естественно внедрить эти новые типы, существующие в систему типов языка C++, что как будто бы они там всегда и жили. Ну, это удобство, конечно. Ну и, как мы сказали, класс не только определяет тип данных, но и, соответственно, как и со встроенными типами, которые определяют множество похожих значений, что они, скажем, все целые и над всеми, возможно, определенные арифметики, так и здесь класс определяет множество объектов со сходным поведением. Все, как мы сказали, действия, которые можно делать со значениями объектов, определены в классе. Все эти, только эти. Ну и, естественно, объекты, которые, между прочим, в этой терминологии называются экземпляры класса часто, могут выполнять одни и те же действия, а именно те, которые определены в классе. На самом деле, класс – это не только абстрактный тип данных. К понятию класса можно подойти и использовать, и применять, и находить в нем различные смыслы. Это многогранное понятие. Ну, с одной стороны, как мы уже имели возможность сказать, это новый тип в языке. Он говорит, какую структуру имеют значения вновь создаваемого типа, и какие манипуляции возможны с этими значениями. С другой стороны, класс – это инструмент декомпозиции сложной задачи на меньшие части. Мы говорили, что в процедурном подходе сложная задача разбивается на функции, подфункции и так далее. В объектном подходе задача разбивается на объекты, каждый из которых выполняет свои обязанности. То есть здесь выполняется объектная декомпозиция в противовес известной нам до того, функциональной декомпозиции. С третьей стороны, классы в прикладных задачах создаются для того, чтобы выразить в нашей задаче ну, некоторые понятия из той прикладной области, для которой пишется эта программа. Собственно, в этом и есть суть объектно-ориентированного программирования, потому что часто говорят, что объектно-ориентированное программирование, ну, скажем, в отличие от процедурного, позволяет приблизить язык программирования к языку решаемой задачи. В то время как, скажем, в процедурном подходе, как это тоже иногда говорится, программист, разрабатывая алгоритм, пытается уложить понятие прикладной области в прокрустово ложе языка, которым он пользуется. Тебе понятно, что на эту тему есть вопросы? Понятно. А чем мы выразим вот это? Какими существующихся типов данных в процедурном подходе? Скажем, ну, иногда шучу, на основах программирования привожу такой шутливый пример, как мне кажется. Ну, он пользуется, правда, успехом, что программисты пишут программы, начиная с вопроса введения в основы программирования. А зачем программисты пишут программы? Ну, просто стало ему скучно, что ли? Так, я программу или напишу? А народ начинает, нет, чтобы автоматизировать работу, я говорю, чью свою? Да нет, в общем, оказывается, других. Ну, в общем, приходим к мысли, что вот программисты такие хорошие ребята, альтруисты, которые пишут программы для других, для юзеров, чтобы они могли, значит, применять компьютеры в своей работе, автоматизировать их работу. Но если программист по образованию программист, то как он может написать программу, которая бы решала задачу в какой-то специфической прикладной области, например, в бухгалтерии? Значит, он должен какие-то понятия бухгалтерии иметь. А иначе получится беда. Ну, и вот в качестве шутки привожу, ну, говорю, представьте, вы выпускник, вы начинающий программист, вы только что закончили там курсы или там институт, и вы встретитесь с вашим первым заказчиком. И он приходит и говорит, а, 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 здравствуйте, я бухгалтер. Вы знаете, нам надо автоматизировать нашу работу. У нас столько первички. Мы каждый день делаем столько проводок, нам надо автоматизировать работу. И вы, говорю, важно надуваете щеки, и говорите, да, я понимаю, столько проводок, конечно, надо автоматизировать. Но что вы думаете о том, что каждый день приходится делать столько проводок, если вы выпускник кафедры программирования электротехнического вуза? Каких проводок? К электрических с розетками? С какими розетками? Ну, а что, у вас разве в бухгалтерии проводка без розеток? Без розеток. А как же вы там без розетки обходитесь? Ну, в общем, в конце концов, выясняют, что бухгалтерская проводка это вовсе не электрическая. И тогда, что же такое бухгалтерская проводка? Ну, бухгалтер объясняет, дебет-кредит сумма названия операции. Ну, название-то программист понимает, а дебет-кредит-это что такое? Задумывается бухгалтер, вспоминает теорию бухгалтера, в конце концов, доходит до мысли, что ну, вообще-то дебет-кредит, это на самом деле номера некоторых счетов, бесплавных счетов. Номер, же является программист, это я понимаю, это число. Как его выразить в программе? Оно целое или дробное? Вроде бы номер счета, число целое, но бывают субсчета. Оно как, целое или дробное? В общем, программист пытается приспособить понятие бухгалтерии к возможностям языка, которым он пользуется. Но в объектном подходе, наоборот, программисты создают новые типы, счет, дебет-кредит, проводка, баланс и так далее. И решают задачи в терминах прикладной области, используя для воздействия на эти вновь созданные объекты новых типов, те операции, которые формализованно представляют собой действие из прикладной задачи. Поэтому говорят, что объект языки позволяет приблизить язык к решаемой задаче, а значит и привлечь к пользователю заказчика к обсуждению этого решения, чем объяснять ему типы с плавающей точкой двойной точности мы его здесь используем, но у него быстрый интерес пропадет к такому обсуждению. Ну и, наконец, про классы также говорят, что это чертеж или фабрика объектов, такая формочка, при помощи которой создается множество однотипных объектов. Ну, как говорят в печенюшке, одной формочке делается, в другой печенюшке другой формочке. Ну, а сами объекты в этом случае характеризуют или часто характеризуют как интеллектуальные исполнители, которые сами знают, как выполнять определенную работу. Ты его спроси, он сделает, а его не надо учить, он сам умеет. Это самодостаточный исполнитель. Ну, или там сервер услуг, говорят, что взаимодействие объектов в программе протекает как по правилам клиентов, по сценарию клиент-сервер. Один объект, клиент, посылает запрос другому объекту, который выступает сервером услуг. А выполника для меня, дружок, вот такую услугу. Он выполняет. Этот объект, в свою очередь, выступает сервером запрошенные услуги от другого объекта и так далее. То есть сплошь и рядом идут взаимодействия клиент-сервер. Иногда следуя Лану Кею, говорят, что объекты это маленькие компьютеры. А Лан Кей как объяснял объектные подходы? Говорит, вот когда у нас есть сложные задачи, мы как пояснее поступаем? Мы разбиваем ее на меньшие части. И эти меньшие части реализуем. Кстати, можем их реализовать на разных компьютерах. Если это большие части, мы их можем реализовать на разных компьютерах или даже маленькие. И эти компьютеры будут решать каждую свою подзадачу и обмениваются сообщениями, результатами, чтобы решить общую задачу. Они могут реально так находиться на разных компьютерах в сети, эти меньшие части. А вы можете себе представить, что они все находятся в нашем компьютере, в одном. Но изолированы друг от друга, самостоятельно. И обмениваются сообщениями для того, чтобы вместе решить задачу. Ну вот, то есть объекты, это по сути маленькие компьютеры. Он может находиться реально в нашем физическом компьютере, а может находиться на другом компьютере. Но надо законовать между ними взаимодействие, чтобы оно работало. Ну вот, как-то вот такие вот образные представления, ну, может быть, смогут прояснить, понять, а в чем же суть объектного решения, объектного подхода, что такое объекты. Пока нет вопросов. Я не заворачивал вам голову такими рассуждениями? Все более-менее понятно. Или, может, общеизвестные истинные, говорю. Ну, в какой-то степени, наверное, да, но стоит привести в систему, в систему, да? Ну, хорошо. Что дальше? Давайте определимся с терминологией, которой мы будем пользоваться. Итак, класс. Класс – это такая конструкция в языке программирования объектом, которая объединяет в себе описание данных определенных типов. В языке C++ называется члены данные. И код обработки этих данных. C++ называется функцией члены класса. Но существует другая терминология, которая установилась в других языках или в самой теории объектно-ориентированного программирования. Члены данные часто называют атрибутами объектов, полями классов или объектов или даже свойствами классов. В теории ООП объектно-ориентированного программирования часто вот там именно слово свойства часто используют. Хотя мы увидим с вами, что у него есть некоторые специфические особенности истолкования. Что же такое свойства объекта и чем он отличается от атрибута или поля. Вот атрибуты поля это в общем-то эквиваленты технической и с идейной точки зрения свойства ну немножечко другое. Сами функции члены, то есть код класса называют методами или операциями, которые выполняются над объектами этого класса или объекты этого класса сами умеют исполнять. В совокупности и данные и функции вместе на них мы можем и будем ссылаться как на компоненты класса. ну то есть компоненты являются данные и код вместе они составляют понятие класса. Сам класс при помощи особых спецификаторов доступа ограничивает доступ к тем или иным своим компонентам со стороны других классов и объектов. Ну и тем самым реализует механизм инкапсуляции защиты сокрытия внутреннего состояния объектов этого класса и взаимодействия с объектами только через методы класса. Сама переменная типа класс носит название объект или экземпляр класса. Кстати в теории объектно-ориентированного программирования такая простая операция как создание объекта мы пишем секреты с point a называется инстанциирование экземпляра класса point страшные слова да? Что обычно мы знаем о классах? Ну так из общей теории из того что мы нас учили что мы где-то слышали или узнали поля класса следует делать закрытыми объявлять private компонентами для доступа к данным создаются методы аксессоры get и set методы ну да и на них называется как getter методы setter методы значит метод get по запросу возвращает состояние или значение определенного атрибута set метод заменяет на новое что еще знаем в принципе get set методы образуют минимальный интерфейс класса минимальный джентльменский интерфейс и через них можно в общем-то проделывать с объектом все что вам захочется но правда очень часто бывает трудно неудобно трудоемко и поэтому проектировщики классов для того чтобы клиенты их классов им было удобно и комфортно работать используя эти объекты разрабатывать другие полезные с их точки зрения методы причем эти методы разрабатываются конечно же так чтобы правильно использовать объекты классов было просто и удобно а неправильно незаконно но лучше бы вообще нельзя было бы использовать а если и удастся то неправильно было бы затруднительно использовать так что случайным образом. Ты неправильно объект испортить не сможешь. Для этого придется предпринять специальные действия, типа хакерских. Но это уже извините, сам виноват. Ты нарушил правила игры, если ты это сделал. А так получается, что клиенты должны манипулировать объектами класса через что? Через те открытые методы, которые в большинстве случаев описываются ключевым словом паблик в большинстве или во всех языках. И образуют интерфейс класса. Другими словами, только через интерфейс класса клиенты могут и должны взаимодействовать с объектами. Ну а прочие неоткрытые методы, скрытые данные объекты, как мы говорили или не должны быть открытыми, говорит первая строчка на нашем слайде. Они образуют реализацию класса. То есть в большинстве случаев четко различают. Вот есть интерфейс класса, и есть реализация. Интерфейс объявляет, что можно делать. А реализация, выполняет это обещание тем или другим способом. класса. Ну, это вот наше, как правило, обычное знание о классах. Из курсов, из книжек, из статей и других соображений. Ну, а если давайте посмотрим, как эти знания в тех или других языках выражаются. Вот C++. Ну, конструкция для объявления класса такова. Ключевое слово класс, хотя можно использовать эстракт. C++. Бывает июнье, но это ограниченные по возможности классы. Дальше указывается имя класса. В отличие от многих других языков, в которых бывает, существует один общий родовой для всех-всех-всех возможных существующих и вновь создаваемых в языке классов, есть один родовой общий предок. И все классы от него наследуют. C++ это не так. У нас нет общего предка. Поэтому в общем случае класс может и не иметь предков создаваться ну как бы с нуля. Ну и два раздела. Это три раздела, три секции. Public, Protected, Private. Public спецификатор доступа объявляет, что все стоящие после него определения компонентов класса являются открытыми, общедоступными. Ну то есть образуют интерфейс класса. Это то, к чему можно обращаться из других частей программы. Или как говорят, посылать сообщения из этого раздела. Private это то, что никому неизвестно. То есть никому недоступно. Это компоненты, которые могут использоваться только внутри методов этого же класса. Ну, следуя Жванецкому, это для внутреннего употребления. Мы сказали, как правило, это должны быть атрибуты класса. Ну и бывают, между прочим, и сокрытые методы. Методы, которые выполняют некоторую внутреннюю работу, они должны инициироваться, вызываться снаружи. Ну, скажем, примером такого метода может быть какой. Если мы реализуем класс натуральные дроби, то для натуральных дробей мы можем определить операторы сложения, вычитания, умножения, деления. Но после всех этих операций, вообще-то говоря, мы должны дробь нормализовать. Найти наибольший общий делитель, разделить на него, сократить дробь. Ну, вот эта операция сокращения дроби, натуральной дроби, наверное, должна быть внутренней операцией нашего класса. Если наш класс методами ГЕТ позволяет прочитать только нормализованные дроби, то есть сокращенные, то незачем из внешнего мира дергать за эту веревочку, вызывать этот метод, послать сообщение, нормализовать. Мы гарантируем, что она всегда нормализована. Но это просто обозначает, что каждый наш метод должен сложение, вычитание, ноженеделения должен вызвать в конце это сокращение. И тогда оно действительно служит нашим внутренним целям и не должно быть доступно снаружи. Ну и наконец, в классах бывают еще и protected компоненты, или, как еще иногда переводят, защищенные компоненты, в отличие от закрытых private. Это компоненты, которые для внешнего мира выглядят как private недоступные, но для потомков этого класса, для наследников, они являются паблик доступными. Но правда, это тоже упрощение, потому что не всегда так. Но как правило. Объявление класса, или точнее определение класса, задается все плюс-плюс в отдельном файле, это так называемый header-файл. этот файл включается во все файлы, содержащие клиентский код. Потому что клиенты должны знать о существовании такого класса, а самое главное, о его интерфейсе. Так что же можно делать с объектами этого класса? Ну, а реализация обычно размещается в другом отдельном файле. И, как правило, она, конечно же, скрыта. Более того, она может в виде исходного текста и не поставляться, а реализация наших классов может поставляться в виде откомпилированной библиотеки. То есть это и защищает, скажем, наши авторские права, обеспечивает сокрытие. Но вот определение класса это открытая часть нашей разработки. Ну, в общем-то, похожим путем следует, да, обращаю внимание на то, что в C++ действует такое умолчание. Если при определении класса вы не указали спецификатор доступа, то необъявленные особо компоненты являются или считаются править компонентами, то есть недоступны. Если мы используем ключевое слово класс. Правда, если мы используем стракт, они по умолчанию паблик открыты. Иногда дискутируется вопрос, как же надо определять классы создавать по помощи слова стракта или по помощи слова класс, потому что единственное различие между ними умолчание будет паблик или правит. Все остальное один в один. Но есть на эту тему разные соображения. Давайте оставим кесарю кесарева слесарю слесарева. Давайте оставим слово стракт для того его использования, как оно исследовано из C. Просто как агрегат данных. Там же не было никаких сокрытий, ничего. А класс как новое понятие будем определять таким словом. Одно из соображений. Другое такое, если мы создаем класс при помощи слова стракт, определяем, у нас все по умолчанию открыты, все компоненты, и мы думаем, а что же, какие компоненты надо закрыть, чтобы клиент класса не смог испортить наши объекты, чтобы он не смог с ними неправильно работать, чтобы он не мог их перевести в некорректное инвалидное состояние, то есть что надо скрыть, чтобы он мог работать, ничего не испортив. Когда мы пишем слово класс, то у нас немножко другая идеология, у нас все скрыто, клиент ничего не может испортить, и мы думаем, а что же минимально надо ему открыть, чтобы он мог с этими объектами полезно работать. Ну, вот, как бы, немножко такой подход, поэтому, несмотря на то, что класс эстракт у нас эквивалент, все-таки обычно используется слово класс. В других языках, например, в обжимке все, определение класса вводится прямо честно и откровенно словом интерфейс, директива интерфейс, чтобы явно подчеркнуть, что это интерфейс класса, так это придумано в этом языке. Ну, в отличие от C++, в Objective-C, конечно, можно создавать классы, которые ни от чего не наследуют, но тогда мы теряем множество возможностей, которые нам предоставляет среда исполнения языка Objective-C, поэтому вот Objective-C, обычно все классы производные от особого класса MSOBG, которые обеспечивают функциональную систему, поэтому здесь используем наследование. Обращаю внимание, что, скажем, в отличие от C++, у нас в этом разделе интерфейс выделяется отдельно секция для определения компонентов данных, которые могут быть объявлены открытыми, защищенными или закрытыми, но здесь не могут находиться методы и свойства, то есть здесь мы можем защищать только доступ к данным, но не к методам формально объявленным в интерфейсе. Объявленные интерфейс методы все открыты, все доступны, но вот данные мы можем управлять к ним доступом. Кстати, заметьте, умолчание здесь протекты, хотя это считается не очень хорошо, поэтому, скажем, в последних версиях языка разрешено не объявлять в интерфейсе данные вообще, раз мы хотим сделать скрытым, а размещать их вот здесь в секции реализации, тогда они уж точно становятся правильными, недоступными, в интерфейсе не объявлены, значит, как бы ими доступа нет. более глубокую инкапсуляцию обеспечивают, а тогда интерфейс содержит исключительно открытые компоненты, методы и свойства. В некоторых языках отсутствуют ключевые слова или там спецификаторы защиты паблик, протект и прайвит. Вообще, а как же тогда инкапсуляция? Ну, а там все построено на уровне соглашения, например, в том же сам питоне и пайдоне. Если компонент использует для него обычное имя, то он паблик. А если он начинается с подчеркивания, то предполагает, что он свой, он внутренний, он прайвит. И вообще-то, говоря, хотя он и доступен, но не надо с ним напрямую работать. то есть здесь управление доступом осуществляется исключительно на соглашениях об использовании объекта. Но, в принципе, их всегда можно нарушить. Кстати, как можно нарушить, например, ограничение доступа в Objective-C? Тут есть такой взломщик Фомка, что неважно, правит он, не правит, виден, не виден, получили доступ и прочитали или изменили, или вызвали. Всегда есть возможность обхода этих ограничений, поэтому нельзя считать и предполагать, что это вот священная корова, это такая защита, которую не обойдешь. Да нет. Это просто некоторые ограничения, которые потенциально обойти можно, но не нужно, потому что они построены так, чтобы можно было правильно использовать наши объекты в создаваемых классах. Но обойти их всегда можно в принципе в любом языке. Нет, конечно, в C++ мы можем так скрыть и закопать, используя, скажем, такую идиому, как Pimple, что тогда не докопаешься. Но это C++. Но это, опять же, нужно специально проектировать, особые проектированные классы и особые разработки. Возникает интересный вопрос. Вот мы говорим, классы и объекты. А существуют ли классы физически в процессе работы программы? В одних языках да, в других языках нет. Например, в Small Talk в Objective-C классы это тоже объекты, которые занимают определенное место в памяти во время работы программы, в рантайме. А раз так, раз они существуют во время работы программы, значит, с ними можно взаимодействовать, посылать им сообщения, получать в ответ информацию, какую. Ну, например, о возможностях класса, что он может делать, какие у него есть методы, какие методы могут выполнять объекты этого класса. Ну, это вообще-то называется интроспекцией. В других языках это называется отражение. Например, в Java или в C Sharp. Иногда это называют получением информации о типе объекта во время работы программы. То есть, во время работы программы, встретившись с объектом или классом, можно опросить ты кто, чей будешь, кто у тебя предок, какие у тебя есть методы, которые мы можем вызвать. Подчиняешься ли ты определенным интерфейсом, следуешь ли им. Можешь ли ты обработать вот такое сообщение. А если не можешь, то может быть ты ему кого-то передашь на обработку дальше. А мы тебе его кинем. Это обеспечит определенную, конечно же, гибкость при программировании. Объекты могут, встретившись с другим объектом, столкнувшись в процессе работы, провести разведку боем для того, чтобы выяснить, а как же обеспечить взаимодействие и обмен сообщений с этим объектом, чтобы с ним что-то получить. Кроме того, в этом случае, ну, обычно в языке существуют средства для возможности во время работы программы добавить к классу новые методы, которых не было в проекте этого класса, когда он проектировался, переопределить существующие методы во время работы программы. Более того, даже тогда, когда к исходному коду этого класса вообще нет доступа. Класс библиотечный, загрузился этот объект из библиотеки, но он присутствует, значит, с ним можно общаться. Можно пополнить его, можно добавить ему новые возможности, которые будут, например, унаследованы его потомками. И так далее. То есть здесь, конечно, это обеспечивает значительную гибкость с одной стороны, но с другой стороны это предполагает, что когда-то может случиться и так, что объект посылает другому сообщение, а в ответ тишина. Не то, что тишина, он не может его обработать, и что должна делать программа, но обычно программа в этом случае падает по возбуждению исключения, получению сообщения, которое невозможно обработать. В C++ в отличие от, да, кстати, это реализовано не только в Objective-C, физические классы существуют, которые поддерживают интроспекцию и в Java, и в C-Sharp, и в Smalltalk, и в Python, и в других языках. В языках, где активно используется динамизм, динамический тип объекта, где используется вот эта информация о типе. С другой стороны, в C++. Можно сказать, что класс это некоторые понятия, которые существуют на стадии компиляции, но в процессе работы программы физически вы не найдете области памяти, которая есть. Это класс. В других языках есть, это объект класса. Это объект класса. А в C++ такого и нет. Нет, кое-что, конечно, найдется. Он скрытый, латентный, все-таки что-то присутствует. Присутствует код методов где-то там в кодовом сигнете. Могут присутствовать статические поля, если они являются членами класса. Может присутствовать таблица виртуальных методов, если в классе есть виртуальные методы. Но они не составляют одно целое вот чисто физически как общую область памяти. Да, какие-то компоненты класса есть. С этой точки зрения понятно, что в отличие от предыдущих описанных языков, если нам захочется пообщаться с объектом и узнать ты чей будешь, какого ты класса и что можно делать, то это информация физически во время работы программы нет. Но если она нужна, C++ представляет некоторые возможности узнавания динамического типа объектов. Но, как мы теперь, наверное, понимаем, для поддержки этой информации в рантайме нужны дополнительные затраты, которые не предусмотрены в самом языке. А значит это затраты на мероприятие. Поэтому, скажем, по умолчанию C++ поддержка информации выключена. Но если вам необходимо, вы можете ее включить. Для чего? Ну, для того, чтобы обеспечить, например, подобную гибкость. Ну, может быть, в меньшей степени, чем в этих языках. Может быть, где-то такую же. Но вы сами понимаете, что за этого вы должны расплачиваться. Чем? Ну, конечно же, памятью. Потому что приходится дополнительную информацию создавать и хранить в процессе работы программы. Анализ этой информации тоже требуется трат времени. А ведь C++ язык системно программированный. Язык, от которого требуется высокая производительность. Но, кроме того, от него требуется и высокая надежность. Поэтому возможность вызова тех или других методов отправки тех или других сообщений объектов в C++ в отличие от языков с динамической природой выясняется не на стадии работы программы. Слушай, ты можешь это обработать или нет? А на стадии компиляции. А может ли объект обработать такое сообщение? А существует ли у него такой метод? И если нет, то код просто не будет компилироваться. А это гарантирует, что в процессе жизни объектов и взаимодействия не случится ситуация, когда объект вызывает другое сообщение, а сделать ничего нельзя. То есть тем самым мы повышаем надежность кода за счет утери вот такой динамической гибкости. Но именно надежность кода и быстродействие требуется от языка системного программирования. Но если мы пишем прикладной проект, если нам нужно действительно мы всегда можем пойти на определенные затраты. Более того, мы сами можем снабдить наши классы любой дополнительной информацией, которую можно было бы потом анализировать в рантайне и использовать разным всяким хитромом. Но если это нам надо, и мы сами понимаем, что это затраты и какие они. В других языках хорошие парни за нас уже все решили. И поэтому даже если нам не нужна динамическая идентификация объектов, если мы не используем этот динамический может быть он нам даже вредит, мы все равно расплачиваемся за то, что это предусмотрено для всех, а поэтому будьте любезны платить и вы. C++ построен по принципу если в языке есть некоторые средства, но программист затратные, требующие затраты ресурсов дополнительных, но программист их не использует, он не обязан за них расплачиваться. Поэтому можно выключить поддержку динамической возможности, а можно включить. Можно выключить поддержку обработки исключений, а можно включить и то, и другое затратные процедуры. Еще целый ряд таких возможностей. Ну что еще мы знаем о классах? Когда мы проектируем класс, некоторые поля классов C++ и целого ряда других языков, например Java, Sharp, объявляются статическими. И мы знаем, что эти поля принадлежат классу в целом, как говорится, а не отдельным объектам. Не статические поля принадлежат объектам. Каждый объект имеет собственный набор не статических полей, а поля класса, статические поля, существуют в единственном экземпляре. Объектов может быть тысяча, значит, существует тысяча экземпляров нестатических полей. В каждом объекте свой набор. Статические поля единые, единственный экземпляр на весь класс, сколько бы мы не создавали объектов. Ну, кстати, в объективе, скажем, статических полей нет, но их всегда можно имитировать. Поэтому, если вам это нужно, вы можете сымитировать наличие вашего класса статических полей. Часто говорят такие слова, что статические поля это методы класса. Слова методы класса и методы объекта, не статические методы, это методы объекта. Это уже из терминологии объектно-ритир программирования. У класса есть свои методы работы с классом, у объекта свои методы работы с объектом. Ну, вот, с точки зрения технической в языке программирования C++ и выросших из него языка, методы класса. Это статические методы, методы объекта, не статические методы. Не статические методы, методы объекта, предназначены для работы с атрибутами конкретного объекта. А если у нас объектов тысячи, а метод существует в единственной сфере, вот я встречался с тем, что некоторые слушатели или программисты абсолютно уверены, читавшись книжек, что, как говорится в теории, объекты инкапсулируют в себе данные и код для их обработки и считают, что мы создали 100 объектов, у нас 100 экземпляров данных и 100 экземпляров кода. Так вот, это не так. 100 экземпляров данных объектов существуют физически, как раздельные экземпляры, но код существует в единственном экземпляре, в классе. Это атрибут класса. Хотя, но предназначено для работы с атрибутами объектов. Как же этот единственный экземпляр знает, с каким объектом ему работать в стих тысячи? Ну вот, для этого методы класса, методы объектов получают скрыто или явно, в одних языках скрыто, как все плюс, плюс других явно, как скажем, в том же самом методы класса в C++ не имеются и вообще в других языках не имеют ссылок на объект. Поэтому методы класса не могут работать с конкретными объектами. А с чем они могут работать? Ну, как говорят, с данными класса, со статическими данными. Но не смогут с нестатическими, то есть с данными поднадлежащими объектами. С другой стороны, нестатические методы, методы класса, могут обращаться как к данным объектам, к атрибутам, так и к атрибутам Поэтому, с этой точки зрения, атрибуты класса или поля класса, это в некотором смысле глобальные данные в классе. Глобальные для всех объектов. Надо заметить, что в языках, в которых во время рантайма классы тоже физически реализованы, присутствуют как объекты, методы класса, тоже получают ссылку на объект. Ну да, свой ссылку на объект класс, а не на объект объект класса. Ну вот такая вот сложность. В объекте все нет слов статический метод или не статический, но там есть специальное обозначение. Плюс это метод класса, именем минус это метод объекта, поэтому ясно, с точки зрения сопоставления, значит этот статический, этот не статический, этот имеет доступ, этот не имеет доступ. Но мы знаем почему, если мы знаем, как устроены классы. Это механизм. То есть, если вы пишете минус, то получателем этого сообщения, что пользовался этот метод, должен являться объект. Но для метода класса получателем должен быть класс соглашения. Например, когда создается новый объект, и мы хотим послать сообщение new, то кому мы его посылаем? Не существующему объекту, а классу. А если мы хотим, скажем, распечатать существующие объекты, мы посылаем сообщение new. Это не соглашение, это факт. Как говорится, это факт. Ну, мы уже упоминали слова, что класс это чертеж или фабрика объектов. Есть одно из таких определений. Как же создаются объекты при помощи класса? Ну, класс представляет специальный метод класса. Ну, все, по умолчанию, скрыто считаются статическим. Потому что таковым является физически, хотя и не объявляется явно в классе. Но это метод класса, который предоставляет механизм выделения памяти и инициализации для создаваемых объектов. В разных языках, конечно же, поддерживается подобная техника. Но, скажем, они тоже отличаются. Предположим, в C++, в Java, в Sharp и других языках. Значит, C++ конструктор выполняется и реализован как транзакция. Ведь создать объект на самом деле нужно выполнить два действия. Помните, как правило, говорится, что каждый класс, каждый метод, каждый метод должен выполнять одну задачу. А вот здесь выполняются две. Но они должны быть взаимосвязаны и выполняться как единое целое, как атомарная операция. Надо выделить память для объекта. Это сырая память, это просто байты. А потом заполнить эту память начальными, правильными значениями. Для того, чтобы объект родился в корректном состоянии. Так как мы говорили, что все остальные методы класса должны разрабатываться с контролем управляемости объектом. И невозможности выведения его в некорректное состояние. Это как раз и гарантирует надежность программы, что с самого момента рождения и до самой смерти не существует способа испортить объект. Перевести его в некорректное состояние. Поэтому инициализация создаваемого объекта очень важный гарант надежности кода. В C++ еще раз говорю, это транзакция. Программист в C++ своими руками сам лично не может вызвать этот метод. Потому что с одной стороны в C++ можно вызвать только метод, указав ссылку на существующий объект. А в данном случае объекта еще нет. С другой стороны, мы говорили, что метод класса, или статический метод, он существует без ссылок на объект. И значит, должен вызываться через класс. Да. Но конструктор C++ не является методом класса. Он не статический, явно. Потому что, ну так реализован внутренний механизм. Уже с одной стороны, вначале вызывается метод выделения памяти. А потом уже код конструктора, заполняющий эту память. И что значит транзакция? Это значит, что если, допустим, выделили память для одного объекта, и цилилизировали другого подобъекта, для третьего, а выделить не удалось и произошло исключение. То будет ликвидированы все последствия неудачной операции. Ну, то есть мы откатимся к состоянию, ну типа, да мы и не пробовали создавать этот объект. Раз и не удалось создать и инициализировать. Из-за того, что какие-то подобъекты у них. В Objective-C, между прочим, операция создания объекта разделена на два отдельных метода. Да и есть метод класса, ALOG, который посылается к классу, чтобы выделить память. Есть метод ENIT, который посылается сырому объекту, чтобы его инициализировать. Но существует возможность написать класс конструктор, который объединит вместе, как единое целое, эти две операции. И вызывать их просто одним вызовом метода конструктора. Зачем разделены на два? Ну, наверное, для того, чтобы можно было при необходимости модифицировать, управлять различными способами, скажем, инициализации выделенной памяти. Или даже управлять способом выделения памяти для тех или других классов. Потенциально все плюс-плюс-то тоже реализуется. У нас могут быть разные конструкторы, которые вызываются при инициализации, при создании объекта. С другой стороны, мы можем переопределять метод НИЮ, которым выделяется память для объекта. Ну, здесь это более явно сделано, выражено, более найдет, более явно. Ну, это примерно так же сделано, скажем, в Питоне. Там тоже есть метод ENIT. А можно переопределить метод НИЮ для определения. Если мы их явно не вызываем, они не явно вызываются. Ну, в общем, в принципе, назначение конструктора – это инициализация создаваемых объектов, чтобы они сразу создавались в нужном состоянии. А это бы гарантировало, если правильно написаны методы, что объекты всегда будут корректными. Значит, программа не начнет рубить в капусту, все, что мы там наработали, потому что не стали инвалидами. Кстати, на одном из занятий один из служителей сказал, я, говорит, уже года три, наверное, занимаюсь программированием на СИПРСПЛЮ под руководством старших товарищей на работе. Я все время спрашиваю, а зачем конструкторы писать? Мне отвечали, типа, ну, так положено. А теперь, говорит, я понимаю, что это не просто так. Ну, аналогично, методы класса предоставляют метод объекта – деструктор. Специальный метод, который вызывается перед уничтожением объекта. Для чего? Ну, для того, чтобы очистить удаляемый объект. Что значит очистить? Ну, дело в том, что для своего функционирования объекты могут и часто требуют каких-то системных ресурсов. Например, памяти, открытых файлов, дескрипторы файлов, значит, они хранят дескрипторы файлов. Сетевые подключения, какие-нибудь там объекты блокировки, мьютексы, семафоры, ну и тому подобные вещи. Подключение к базам данных, какие-то графические инструменты, кисти, перья и так далее. Это все шрифты, это все системные объекты. Количество системных объектов – а, ограничено. И б, правило хорошего тона, попросил, попользовался и верни обратно. Так вот, деструктор – это то последнее место в программе, в жизни объекта. Когда он, можно сказать, последнее – прости, вернуть все долги, освободить все ресурсы. Потому что это последний код, который выполняется для объекта. После выполнения деструктора объекта не существует. Ну, так реализовано в C++, так реализовано в Objective-C. Там метод называется диалог, но это диалогатор. Но, тем не менее, он играет роль деструктора. Есть деструкторы и в других объектных языках, но там они не обеспечивают столь строгой гарантии, что они обязательно будут вызваны и обязательно освободят память. Там, где в языках используется сборка мусора, для удаления объекта, там, как правило, не гарантируется вызов деструктор. Он вообще когда-нибудь будет вызвана. Потом, может быть, вызовется сборщика мусора, но может и не вызовется. Как мы проектируем поля и атрибуты? Мы говорили, что поля надо определять, как правят компоненты. Почему? Ну, во-первых, поля и атрибуты определяют внутреннее состояние объекта. И поэтому их текущее значение и возможные изменения должны находиться под полным контролем объекта. Иначе снаружи их легко можно испортить. Тем более, что между значениями этих атрибутов могут существовать определенные связи, которые должны поддерживаться в процессе жизни объекта. Так называемое сохранение инвариантов. Ну, скажем, та же самая дата. Число месяц и год не могут быть произвольными числами. И должны поддерживаться в определенных соотношениях. Поля не рекомендуется определять, как паблик и протектор. Почему? Ну, мы сказали, паблик, это значит бесконтрольный доступ откуда угодно, что может привести к неожиданному или нежелаемому поведению, изменению. Но даже если на поля нет ограничений на возможные значения, все равно не рекомендуется делать их паблик. Почему? Это усиливает зависимость кода между разными частями программы. Если клиентский код может обращаться к полям напрямую, то это ограничивает наши возможности по модификации класса, по изменению представления данных, по его оптимизации. Изменили мы название или способ, тип этого поля, множество клиентского кода придется переписывать, потому что оно завязано именно на это значение. Не рекомендуется по той же причине делать их и протекторить, хотя это облегчает прямой доступ потомков к данным класса предка. Но это лень не вызывать методы get и set, чревато опять же тем, что а вдруг потомки испортят, а самое главное это опять слишком сильное привязывание потомка к структуре класса предка и затруднение его модернизации. Поэтому если клиентскому коду необходимо узнавать значения текущие тех или других атрибутов объекта или их изменения, то, как правило, классы предоставляют для этого get set методы, методы access. А в этих уже методах, как я говорил, сосредоточен весь контроль за правильностью работы с этими значениями. Все, как говорят, бизнес-правила, которые должны соблюдаться при жизни тех обетов, все варианты и тому подобные вещи. Проверка на допустимость и так далее. И все, между прочим, другие методы класса, которые модернизируют значение его атрибутов, должны в конце концов их модернизировать не напрямую, хотя они имеют прямой доступ, а все-таки через методы set. Потому что если потребуется потом наложить ограничения на возможное значение, то чтобы не переписывать все, надо переписать только set. Даже если первоначально просто простой присвоивание. Даже как и дед, простое считывание. А потом может быть модификация. Некоторые поля в объектах специально предназначены для того, чтобы их можно считывать и устанавливать извне объекта, или извне класса. Часто, особенно в теории объектной ориентиры программирования, такие поля называют свойства. И установка значения такой свойств называют настройкой объекта, ну а считывание – это узнавание состояния объекта. Ну, например, если у нас есть класс пиксель, точка с цветом, то, наверное, существует необходимость изменения цвета пиксела извне этого объекта. Ну, например, методами рисования, закраски и так далее. Считывание и тому подобные вещи. Кстати, ну раз есть прямой доступ, то, как прежде мы говорили, паблик не рекомендуется, даже если нет ограничений. Создаются все-таки, надо использовать get и set методы. Но в целом ряде языков для подобных полей с get и set методами существует специальная поддержка. И эта троица называется свойство. Все плюс-плюс для этого, в обжекте все для этого используются директива пропати. В других языках очень часто тоже вводится такое ключевое слово, как пропати. И его использование порождает одновременно троицу. Поле, в определенном названии, и методы get и set для его чтения установки. Часто их код создается по умолчанию, но в любой момент программист может их переопределить для того, чтобы придать желаемое поведение при чтении и изменении этих значений. Но с другой стороны, для клиентов создается видимость прямого доступа к этому полю, так называемый синтаксический сахар. Клиенты могут писать имя объекта, точка, имя поля, как будто они напрямую обращаются для чтения или для установки этого значения. Но на самом деле под ковром обязательно тайно вызывается get или set метод, что позволяет держать под контролем при необходимости состояние и возможное значение этого поля. Никто не отменяет и прямой вызов get и set методов, но просто синтаксис свойства как-то проще, легче, ну и создает больше иллюзий, что мы напрямую работаем. Поэтому в классах часто проектируются свойства как поддержка подобной концепции. То есть поля предназначены для чтения и установки несмышленных. Действительно, свойства объекта изменяем внешней средой во время его работы. Не под действием его самого функционирования, а под действием внешней среды. Мы говорили, что каждый объект имеет независимую память и память состоит из других объектов. А как эта память устроена из других объектов? Как устроена структура памяти объекта? Именно класс определяет, как она будет устроена. В зависимости от того, как написан класс, как он определен, объекты, созданные, экземпляры этого класса, могут содержать внутри себя другие объекты по значению, посредством включения или наследования. Когда физически внутри объекта находятся данные другого объекта. Или по указателю, или по ссылке. Например, в C, C++. Или в языках, поддерживающих ссылочную семантику. На самом деле, это разные способы владения этим объектом ввлекут и разную ответственность объекта, обладателя этих подобъектов. Кто ответит за создание этих объектов, кто ответит за их уничтожение. Ну и, соответственно, а могут или нет существовать независимо эти объекты. Но более подробно эти вопросы мы будем рассматривать в следующей части нашего курса. там мы поподробнее поговорим о наследовании и зачем наследуются классы и как в связи с этим их надо правильно проектировать. Должны быть у них виртуальные конструкторы, деструкторы и тому подобные вещи. Что такое полиморфизм и как полиморфно спроектировать классы, чтобы можно было использовать либо полиморфизм подтипов, когда вместо объектов классов предка подставляются, могут быть подставлены или замещены объектами классов потомков. Может быть интерфейс полиморфизм на основе более общего определения общего интерфейса, который реализован объектами вообще-то говоря неродственных классов, не связанных отношениям наследований. Но тем не менее, раз у них один и тот же интерфейс, то их потенциально можно подставлять один вместо другого. Ну а здесь нам придется поговорить тогда и о принципе подстановки Барбара Рисков и еще многих других вещах, которые, конечно же, в одном этом нашем нынешнем разделе мы охватить не сможем, как я и говорил. Ну и точно так же, когда о проектировании классов еще раз будем говорить, вернемся к этому, что проектируются классы, исходя из ответственности, какие обязанности должны выполнять классы и объекты классов, и распределять объезды, как мы говорили, один класс одна ответственность, один метод одна ответственность и так далее. Это влияет опять же на проектирование и на использование соответственно объектов и такс-проектированных классов. Ну вот такими карточками проектируют идею разработки объектных программ. Маленькая карточка, на которой пишется имя класса, от кого он зависит, предок, какие подклассы он может иметь, какую ответственность несет этот класс, то есть какие методы в нем есть, как он взаимодействует с другими классами, но заметьте, в этой карточке отсутствует реализация. Не сказано, какие у него данные и так далее. и так далее. Потому что проектирование объектных систем следует делать на основе интерфейсов при распределении ответственности в этом сложном взаимодействии объектов, которые есть объектные программы. Ну, более подробно об этом в следующий раз. Ну, что еще можно сказать? У нас есть много курсов посвященных разным языкам программирования. В том числе многие из них объектные. И в тех или других курсах в той или другой степени затрагиваются и используются объектные методы, объектные подходы, приемы, паттерны, проектирование объектное и так далее. Ну, и получить в конце концов вот такой замечательный документ о том, что вы закончили. Ну, собственно, все на сегодня. Если нет вопросов, благодарю за внимание. Ну, и приглашаю на продолжение. Спасибо.